Государственный природный заповедник Утриш учрежден распоряжением правительства Российской Федерации в сентябре 2010 года и на сегодня является самым молодым заповедником нашей страны. А вот по многообразию видов растений Утриш входит в тройку лидеров. Сотрудники заповедника, а это 50 инспекторов, научных работников, специалистов по экологическому просвещению, занимаются ревизией, сохранением и восстановлением уникальной флоры и фауны на территории почти в 10 тысяч гектаров. За прошедший год немало сделано по исследованию побережья Утриша сотрудниками заповедника совместно с учеными Российской Академии наук и других институтов. Около 939 видов сосудистых растений уже точно зафиксированы. Но это еще не предел, потому что по прогнозам ученым здесь возможно встречи видов 1300. Наша территория, территория заповедника является ключевой орнитологической территорией. Что это значит? Что здесь на небольшом участке территории встречается огромное количество видов птиц. На сегодняшний день зафиксировано 247 видов. Главным достижением прошедшего года работы считаются два тома атласа о заповеднике Утриш, который содержит не только уникальные фото флоры и фауны, в том числе видов, занесенных в Красную книгу, но и более 20 карт с полной характеристикой природно-климатических условий, направлений миграции животных и птиц. В издании обобщен исследовательский труд более 40 ученых нашей страны. В конце года также издан уникальный набор открыток орхидей. 21 вид этого тропического цветка произрастает на Утрише, а 17 видов занесены в Красные книги страны и Краснодарского края. Численность орхидей очень мала, и собрать такую коллекцию фото стоило большого труда. В 2013 году, как отмечают инспекторы, на территории заповедника не было зафиксировано ни одного случая браконьерства. Но бывают и другие вопиющие факты использования, например, редчайшего вида средиземноморских черепах, занесенных в международный список охраняемых видов. Средиземноморская черепаха Никольского – это вид, который находится на стадии исчезновения. То есть численность резко сокращается на всем Черноморском побережье. Когда мы видим, что на берегу Анапской бухты есть люди, которые собирают этих черепах, дают поиграть детям, фотографируются с ними, то никто не замечает, что этот вид вот такой редкий, исчезающий, и что животные после такого могут через какое-то время погибнуть. Минул 2013 год, объявленный в России годом охраны окружающей среды. Но нам всем нужно продолжить учиться любить и беречь природу, чтобы последующие поколения увидели, каким был мир тысячи и даже миллионы лет назад. Лариса Басова, Максим Логоша, Анапа. Регион.